Здравствуйте! В эфире программа «Тем временем смыслы». Я Александр Архангельский. Говорить мы сегодня будем о цифровом мире и классическом образовании. Я с удовольствием представляю моих уважаемых собеседников. Любовь Фредриховна Барусяк, социолог, ведущий, научный сотрудник Московского городского педагогического университета. Здравствуйте! Добрый день! Алексей Львович Семенов, академик РАН, академик РАО, завкафедры Мехмата МГУ. Добрый день! Антон Ильич Молев, заместитель и руководитель Департамента образования и науки города Москвы, научный руководитель ЛИЦЕ при РАНХИКСе. Здравствуйте! Здравствуйте! Алексей Владимирович Лубков, ректор Московского педагогического государственного университета. Наша с вами Альма-МАТа. Да. Но тогда это был... МГП имени Ленина. Да, это был МГП имени Ленина. Алексей Львович, я, наверное, первым вам дам слово, потому что я слышал ваш доклад о расширенном сознании, цифровом мире и о неизбежных переменах, которые... В институте философии вы имеете в виду. В институте философии, да. И мне показалось, что это очень важная заявка на тему для обсуждения, потому что, а, цифровизация неизбежна, б, цифровизация в разных сферах знания ведет к разным результатам. Она ставит перед нами вопрос, что мы сохраняем, сохраняем ли, меняем ли все. Вообще цивилизация изменилась за последние сто лет радикально, и человек оказывается в ситуации шока от будущего. Цифровизация – важнейший элемент этого, но это не все. Вся социальная жизнь изменилась. А понятие расширенного человека, разумеется, это не мое понятие, оно стало очень широко использоваться именно в философии. Сегодня бессмысленно говорить о профессиональном или личной функции человека в самых разных контекстах без, условно говоря, мобильника. То есть без включенности в мировую информационную сеть. Что вы нам подтверждаете своим предметом? Ну да, я уже, так сказать, 20 лет хожу с таким устройством, меня надо мной даже издеваются мои коллеги, но я уже действительно без него не могу. Если спросить, сколько телефонов вы помните сейчас наизусть? Ну, наверное, не более четырех. Я готов с этим поспорить, но это не показательно. У вас больше? Больше. Сколько? Ну, я могу сейчас из памяти приличное количество оставить, но это привычка прежнего времени. Да, всегда в аудитории находится, это очень интересно и важно, что есть человек, который помнит, может быть, даже сотни телефонов. Но 20 лет назад сотни телефонов помнило большинство аудиторий. Эти примеры можно множить, но может ли вы определять время без часов, без любых часов, без наручных, карманных, настенных и так далее. Когда человек вынужден был определять время без часов. Было время, когда... По солнышку. Когда не существовало письменности, и Сократ, возможно, был неграмотным. Это значит, что произошло цивилизационное изменение. И сейчас у человека есть не только ручка и бумажка, когда он что-то записывает или вычисляет суммы, чисел. Но он постоянно обращается к мобильному устройству и выходит в этот самый мировой интернет. И использует это устройство и для вычислений, и для вспоминания. И возникает вопрос, какая-то дата, скажем, дата полета Гагарина, о чем говорил Игорь Михайлович Ромаренко, у него здесь или здесь? И почему существенно, что эта дата у него находится? Она у него здесь. Здесь, да. Она вот здесь, вот здесь. Это очень правильно. Она вот здесь, но это вот адресуется какой-то памяти. И это память внутренняя или внешняя в вашем кармане. Вот как объяснить, что память внутренняя сегодня важнее памяти карманной? Раньше к энциклопедии люди обращались в лучшем случае раз в месяц. Сегодня ту или иную информацию, важную для их жизни, они получают постоянно, несколько раз в день. Лучше это стало или хуже, когда это сознание расширилось, и информация у него створена повсюду. Что из этого следует для школы? Для школы следует следующее. Школа стоит перед выбором. Как я сказал о шоке от будущего, школа раньше, этот мир, который был раньше, транслировала в будущее. Все в порядке. В будущем человеку понадобится ровно то, что требовалось родителям. Сегодня в будущем точно понадобится что-то другое. И вопрос в том, хотим ли мы по-прежнему готовить к тому, что было нужно родителям, и точно не понадобится тебе в будущем. Или хотим мы чуть-чуть попытаться вести себя проактивно. А как говорит Александр Григорьевич Осмолов, вот заглядывая в будущее и готовить человека к этому возможному или даже невозможному, непредсказуемому будущему. Откуда я знаю, какое оно будет? Правильно. Значит, возникает вопрос, чтобы человек был готов к любому будущему. Что, например, решая в школе задачи, он постоянно решал бы новые задачи, а не отрабатывал бы решение тех же задач, что решали его родители. То есть в истории я должен знать, когда какая битва происходила, что на этом месте построили, или мне это должен сообщать мой карманный компьютер? Вы должны это знать, но вы должны это знать как расширенная личность, которая в любой момент поищет или в своем мозгу, или чуть по соседству через какой-то интерфейс в кармане. Разницы уже никакой нет. Разница на самом деле есть, извините, потому что вот даже этот пример о полете Гагарина в космос, это как раз пример того, что сохраняется внутри, какие базовые, даже не факты, а ценности, представления. И то, что можно прогуглить, то, что можно посмотреть. И вот это, на мой взгляд, самая главная проблема, которую мы должны решать, формируя и образ будущего, и строя ту школу будущего, которой мы все-таки хотим, чтобы она была человечной. То есть сохранить человечное в человеке. Эта задача всегда была. Важнейший вопрос, почему ценность связана с датой 12 апреля? Как это связано? Факт полета Гагарина, примерная ориентация на даты, это ценность. А 12 апреля можно посмотреть в соседней памяти. Да, ну вот сам факт, само событие, это, конечно, ценность. Ценности важны. Ну, тут со многим можно попытаться в деталях спорить, я думаю, с общим подходом вряд ли, но тем не менее, смотрите, вот очень важный, действительно, не только общество знания, но и история, собственно, по базовому образованию учителя истории, 15 лет работал учителем истории, общества знания в том числе. На самом деле, проблем, а иными словами, проблема шока будущего и очень быстро трансформируемой реальности, это не событие, не вызов сегодняшнего или вчерашнего дня, а очень уже двух-трех поколений назад, на самом деле. И цифровизация лишь новый аспект. И если шире на это смотреть, я очень рад, что Алексей Львович пытался дать широкую, не сугубо образовательную рамку, то проблема школьного образования сегодня, не про все подряд проблемы, вот такое масштабное для значимости личности, она ведь связана с нашим общим устояющимся представлением, потому что школа — это то, что было всегда. Да, лет 300 было так, и то, очень условно лет 300, очень по-разному это было. То, что школа может и способна меняться, это факт, а вот как она может меняться, что в ней должно быть сохранено, мне кажется, это ключевые вопросы. Если все-таки последнее отнестись к тому, такому условному спору, который был там про 12 апреля, я бы в сторону чуть убрал ценностную составляющую, потому что она важна, но не для этого разговора. Потому что, если, например, для предмета истории ценность, конечно, является базовой составляющей, но все-таки, если это будущая фундаментальная наука, то важно не то, как быстро я могу получить информацию, а то, что, конечно, у меня здесь. Общая конструкция, конечно, должна существовать в голове. Это часть принадлежности к культурному пространству. Для тебя это не неизвестность, в которую я пальцем ткнул в Google, и он мне что-то сообщил. А культурное пространство – это что такое? И кто его формирует? Это не наша реконструкция, которую мы навязываем следующим поколениям? Конечно, конечно, навязываем. Я сейчас стою на одну точку, и потом я поменяю. Нет, я готов принять, что мы ее навязываем, просто в этом навязывании нет ничего дурного. Это естественное свойство общества. Но может быть даже не навязывание, а передача, передача, ретрансляция. А передача нет навязывания. Нет, просто этого слова не надо бояться. Это нормальная функция общества. Мы хотим, не хотим, мы своим детям навязываем то, что нам кажется важным, нужным и ценным. Педагогика сама по себе – это пространство. Аторитарная штука. Да, достаточно насильственная. Хотя в нем есть поле создания механизмов, в которых это должно происходить по собственной воле. Но в общем, без посыла, интенции педагога это невозможно. Мне хочется сразу сказать, отнестись к сказанному по поводу слова навязывания. Но мы уже видим, что мы навязываем, а оно чем дальше, тем больше не воспринимается, потому что навязывание характерно для доцифровой эпохи прежде всего. Чем больше мы уходим в эту эпоху, тем меньше именно такой тип коммуникации оказывается эффективным. Вот можно пихать, 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 а оно почему-то уходит, уходит и уходит и не задерживается. Но теперь вот немножко к тому, о чем было сказано про расширенного человека. Вот сейчас в школе, потом в высшей школе, мы сталкиваемся с тем, что мы оказались в ситуации неопределенности вот какого плана. Мы видим, что мы живем в другом, в другую эпоху, и в другом обществе, где по-другому работают привычные способы передачи знаний, усвоения знаний. При этом мы это уже понимаем, что мы идем в этом направлении. При этом нам кажется, что поскольку они, вот молодые, родились уже в цифровую эпоху, и они все время, значит, что-то делают пальцем в своем телефоне или даже голосом, что они это знают и умеют. И вот оказывается, что ничего этого не происходит, потому что они не умеют работать с этой информацией, это первое, совсем не умеют. В школе их совершенно этому не учат. Знания во многом получаются самостоятельно и случайным образом, а у них нет структуры. Это мир пока не структурированный. И этому надо учить. То есть надо учить. Обязательно учить. И последнее еще про историю, и про, значит, эту самую Куликовскую битву. Вот как-то не странно, если не понимать какой это век, 20-й или 13-й, то есть нет представлений об астаризме... Только 14-й. Я говорю, или 13-й, или 20-й, или 14-й. У меня одна студентка сказала, телевидение появилось в 18-м веке. Принципиально что? Неважно, 70-й год, 68-й или 72-й. Но если нет представлений об эпохе, об астаризме, то вот мы получаем, опять возвращаемся к тому, что получаем некий случайный набор случайных знаний, навыков и умений. И вот создавать эту структуру, ну, мне кажется, школа нужна, но с учетом новых реалий. Алексей Леонидович. Ну, я постараюсь коротко отреагировать. Я считаю, что именно вопрос о том, что значит знать, он остается ключевым и, на самом деле, неотвеченным. Никто из нас, включая и меня, кажется, и ведущего, не знает ответа на этот вопрос. А вот мы уже поняли, что знать точно да, то да, можно с помощью мобильника, и у никого нет возражения против этого. Все говорят, ну, конечно, да, можно поугадить, но нужно иметь общее представление, надо иметь ценности и так далее. И это неуловимо пока. Вот это важнейшая задача педагогики сегодня, если мы хотим выжить как школа, вот это объяснить. Это первое, что к этому сказать. Более того, извините, что я вас перебиваю. Мы можем поменять систему летосчисления, и даты все переменятся. Это может быть от сотворения мира, от первого полета человека. И еще другие мобильные системы. Да, и можно пересчитать, и тогда все наши знания, даты. Теперь я хотел бы сказать об учителях. Здесь это не удастся показать на экране, но мне очень понравилась фотография с последнего конкурса «Учителя года». Я часто ее цитирую. На ней мы, Валерий Алексеевич хорошо это помнят, на ней имеется Лариса Рачешвили, и с одной стороны от нее стоит Виктор Антонович Садовничий, а с другой стороны от нее стоит Ольга Юрина Васильева. Оба люди очень уважаемые, но трудно их заподозрить в симпатиях к цифре. Ну, они... Смотри, какая цифра. Виктор Антонович Садовничий как математик, к цифре как таковой вполне распакованной. А Васильев как историк. Да, в цифровом образовании и так далее. Все-таки они говорят за традиционные ценности, значит, вот и так далее. А там же есть цитата в «Учительской газете» из Ларисы Рачешвили. «Я почти не использую учебники в классах, потому что там тяжелые и почти неподъемные для школьников статьи, следуя вам. У современных детей совсем другое мышление. Естественно, мы с учениками используем гаджеты. Например, когда изучаем поэзию, включаем приложение «Ментиметр». Еще мы делаем буктрейлеры. Значит, это значит, что это ощущается в обществе. Необходимость в новом учителе, который вот так учит. Три года назад я помню, как Ольга Юрьевна Васильевна вручала приз Александру Шагалову, который учил... Я на всякий случай зрителям пояснил, что это экс-министр просвещения. Да-да-да, она недавно работала министром. До этого она была министром образования и науки. Действительно. Вручала приз Александру Шагалову. Правда, при этом она перепутала Бродского и Кушни, рассказав, что вот тут русский поэт, великий русский поэт Иосиф Бродский... В вашей логике это, извините, ничего страшного не произошло. Да, конечно. У нее не было совмобильника. Она сказала, что великий русский поэт, значит, Иосиф Бродский, сказал, что времена не выбирают, от них живут и умирают. Я оглянулся, выяснилось, что никто не полез за мобильником. Все так и поверили, что это был Бродский. И вывод? Никакого. Никакого вывода. Значит, я к тому, что вот эти выдающиеся представители российского образования, они согласны с тем, что учитель должен учить по-новому, цифровым образом в этом контексте. И последнее. Осваивать вот это наследие предшествующих поколений, значит, на самом деле, его воссоздавать. Если мы заставляем ребенка заучивать наизусть тексты или алгоритмы вычисления, или еще что-нибудь, то смысл исчезает. Я точно могу это сказать по математике, подозреваю, что это с другими предметами тоже. А вот если мы предлагаем им, например, самому изобрести таблицу умножения. Четыре часа, и он выстроит все эти клетки. Самому придумать десятичные системы исчисления. За три урока дети подсчитанное все это откроют. Самому придумать и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, та же самая литература. Вот Татьяна Сергеевна Троицкая подготовила некто... Ну, Алексей Владимирович знает ее как профессора МПГУ. Подготовила серию книг, где предлагается ребенку освоить классическую русскую и зарубежную литературу, воссоздавая стилистику и тексты, и обсуждая то, что происходит. Вот этот вот диалогизм, который в цифровом формате идет намного проще. Например, потому что устная речь легко перетекает в письменно. Уже компьютер научился расшифровывать твою устную речь. И мы возвращаемся к новой устности. Вот то, что говорит Вальтер Онг, то есть то, что произошло в Греции как революция, прихода письменности вместо устности, сейчас начинается синтезом устности и письменности. Так сложно все это устроено. Я хотел бы немножко отреагировать. Я сам был членом жюри, большого жюри нашего конкурса «Учитель года». И я вам скажу, почему победил вот именно наша победительница. Почему так неудачно получилось? На самом деле все было, на мой взгляд, очень удачно и закономерно. Ситуация на финальный этап была такая, что там явного лидера не было. И вот разговор с министром, с Ольгой Юрьевной, показал, что эмоционально более раскованно, более сердечно вела себя вот именно наша победитель. А другие как-то более сдержанно. И на мой взгляд, это как раз показатель того, что сегодня гуманитарная составляющая, она не менее, а может быть, более востребована в этот век цифровизации. И это второе, может быть, самый, даже не второй, а самый главный, первый аспект, который нас всех и заставляет участвовать в этом диспуте, в этой дискуссии, который нас возвращает классическим ценностям. Потому что, еще раз говорю, личность человека, она сегодня в эту очень непростую эпоху все равно будет определять. И образ будущего формирует его. И, ну, строго говоря, и вот сам этот момент перехода, динамичный переход. То есть цифра раскрепощает человека, личность. Да, конечно. Я и согласен с этим. А мы должны, и это относится к истории, сейчас я попрошу, чтобы Антон Ильич включился, и к литературе, про которую я чуть больше, как мне кажется, понимаю. Мы должны давать, например, весь свод классических текстов, чтобы они обязательно были прочитаны, изучены. Да нет, нет, можно на одном маленьком примере сделать такой урок и сделать так, чтобы это пробило. И это вот был моментом истине, когда человек уже поймет, что это его неотъемлемая часть его внутреннего мира. То есть в федеральном государственном стандарте, который пока непонятно... Ну, тоже мы взяли сейчас будет. Но там есть приложение, которое расписывает просто по классу весь объем. Да, это была одна из самых главных таких вот претензий наших оппонентов, критиков. Ну, здесь можно пойти по этому пути. Можно, так сказать, сказать, что есть более такой общий подход. И тут это уже дело вкуса, методически подведомо уже всего-то. Ну, просто вкуса – это государственный документ. Да, вкуса. Хочешь, не хочешь, а ты должен соблюдать. Ну, да, но здесь чувство меры. Все-таки, если мы говорим о цифре как о неком вызове, ну, цифре как о некой новой цифровой реальности, я вот внутренне не понимаю лозунга того, что цифра раскрепощает человека, но она наделяет или дает ему потенциально куда больше возможностей. Как предмет изучения она, конечно, имеет собственное содержание для профессионалов. Во всех прочих смыслах это очень прикладная вещь, да, которую мы рассматриваем как то, при помощи чего можно добиваться куда более эффективного результата. И то, что, вот, например, рассказал Алексей Львович, очень яркие примеры, коих, слава богу, множество. И в этом смысле они просто по-разному реализуются и, может быть, не носят такой массовый характер в школе. Но это ведь по большому счету про что речь? Про готовность и способность нас, взрослых, ну, и школы как ключевой институции, говорить с ребятами на их языке. Или искать возможность разговаривать на этом языке. Потому что классические методы, конечно, не срабатывают. И мне кажется, что вы с самого начала ровно об этом и говорили. Я очень жмелью говорить об этом же. Конечно, конечно. И это, на самом деле, для любого профессионала, ну, одна из базовых, например, вот, чем молодой преподаватель, который пришел, ну, это очень хорошо помню еще и по себе, когда я в школу как учитель пришел, в чем его плюсы, ну, и одновременно минусы по отношению к его старшим коллегам. Да, он еще далеко не профессионал. Его там какой-то бэкграунд не позволяет ему иметь вот эту вариативность приемов. Но он очень близок возрастно эмоционально. Он говорит на похожем языке. И ему надо преодолевать этот бренд. Мне кажется, что вот здесь лежит поле поиска ответов. Другой вопрос, что, и это звучало в предыдущих диалогах, нам же на большом, ну, там, для меня как чиновник управленческом уровне, конечно, хочется находить максимально универсализированные ответы. Те, которые не только поддерживают, что тоже очень важно, наиболее передовые, яркие, частные практики, но то, что дает, простите, массовый инструмент. Потому что школа – это массовая институция, да, и учительство – это, ну, такое в высоком смысле слова ремесленничество. В хорошем, в самом лучшем смысле слова. Инструментарий учителя – это то, что позволяет ему, в общем, не только самых талантливых ребят подтянуть и выделнуть, а выцепить любого. И цифра в этом смысле действительно может дать очень много. Причем, если мы берем не только... Ну, это такое, что может и забрать. А вот это самое интересное. Вот что может забрать цифра – это нормальный лудицкий страх. Никакого уничтожения учительской профессии просто физически быть не может. Ну, по-законному, на мой взгляд. А ведь страх перед машинами был еще и абсолютно мифическим. Просто это некий монстр. Это что-то неизведанное, что-то... Не только, потому что я работаю, лишусь. Я вам задам конкретный вопрос. Вам, кстати, как руководителю образовательному, он, может быть, ближе всего. Сегодня есть целая система выстроена контроля, основанного на контроле памяти, контроле знаний. Да. И поэтому цифровые технологии, например, на ЕГЭ запрещены. Нельзя... Школьника обыскивают, ну, проверяют, все ли в порядке, можно ли мобильный телефон... Значит, можно брать мобильный телефон. Калькулятор на физике разрешен. Калькулятор, да. Простейший калькулятор. Простейший. А вот компьютер с возможностью выхода в интернет, что мы... Это будет когда-нибудь? Ну, на мой взгляд, конечно. То есть, на самом деле, мы же прекрасно понимаем, что контролирующие инструменты ныне... Опять же, мы сейчас свалимся в диалог о единого государственном экзамене, и тоже это огромное поле, но тем не менее. Ну, просто интересно. Это важно, то, что касается... Это важно. Он родом, все-таки, немножко из прошлого по своей логике и структуре, потому что он, конечно же, контролирует ровно то, о чем вы сказали. Ну, если хотите, такие вот очень базовые вещи. Все, что касается компетентностного, так называемого, подхода, ну, или способности решать сложные задачи, по большому счету, пока не умеет. Но, на самом деле, над этим работают во всем мире, есть очень интересные разработки, и в Москве в частности, и в крупных других городах мира, как при помощи современной цифровой технологии создавали, например, симуляционные программы, в которых ученик в диалоге с той средой, цифровой, в которую он попадает, демонстрирует, я не знаю, свои исследовательские навыки, свои навыки даже коммуникации, пусть не живое, виртуальное. Да и цифровое творчество в гуманитарном действии. И цифровое творчество в том числе. И это позволяет решить одну из главных задач. Во-первых, давать реальные жизненные задачи, не узкопредметные, а во-вторых, делать экзаменом пространство реальной жизни. Не искусственным пространством, а то, как это дальше ему нужно будет в жизни. Интересно, как это будет выглядеть. То есть простейшие вещи, например, писание сочинений можно сделать на компьютере. Можно. А дальше вопрос, разрешить там проверку орфографии или нет. В Швеции это разрешено, например. Я много лет учу студентов проводить исследования. Всегда говорю, что анкета в интернете ли она или на бумаге – это только инструмент. Вот здесь, когда мы говорим о цифровизации, то с одной стороны цифровизация – это действительно инструмент для решения очень многих конкретных и неконкретных задач. Ну и, собственно, как внешняя память тоже. Но, с другой стороны, это очень важная коммуникационная среда, которая меняет всё. И меняет она прежде всего что? Ну вот я начала говорить о переходе к субъектной коммуникации. Пожалуйста, писатель, классик, книга. Традиционное отношение к книге, ну, сверху вниз, писатель, авторитет, мы, значит, внимаем вот с огромным уважением и почтением. Сейчас мы берём книгу, мы пишем продолжение, мы пишем фанфик, мы с ней коммуницируем, из неё делаем то, что почему-то нам надо. И исчезает, извините, этот пиетет во многом, потому что оказывается, что они писали на бумаге, мы тоже пишем, и как-то это можем использовать в своих интересах. От этого уже никуда не деться. И когда вот им внушают, что классики всё сказали, всему научили, там несут нравственные ценности, мы этим верят, да. На ценностном уровне. На практике отношения, я могу читать, могу не читать, могу писать, могу дописать, могу делать очень много. И ещё важно. А это не явление разного порядка? Это явление, которое... Они несут ценности, но я могу с текстом работать, как я считаю. Да, разрыв между ценностями и практиками. И это очень больная история в образовании сейчас, огромная проблема, которая возникла во многом из-за того, что уже навык всегда такой горизонтальной коммуникации равный. Он почти везде. Вот если говорить про среду дальше, мы переписываемся, мы в сетях, в сетях, в общем, все равны. И здесь... Но некоторые ровнее. Ну, некоторые ровнее, да. Но, в принципе, вот самый уважаемый человек может получить от людей, скажем так, никакими статусами не наделёнными комментарии, которые показывают, что... Вот, а я так не считаю. И последний... Ну, или крайне низкий уровень дискуссии. Низкий уровень дискуссии, но он и в элитах, и у экспертов тоже не очень высокий. У нас этого уровня... Но хамство всё-таки стало заменой иерархии. Оно стало, да. Это теперь называется новая искренность. Теперь это называется новая искренность. И это то, чему, вообще говоря, приходится учить. Но последнее, что я хотела сказать, это то... У меня была студентка несколько лет назад очень хорошая. Сейчас она работает в онлайн-образовании, в Яндексе. Она всегда интересовалась все годы именно онлайн-обучением. И она пошла в школы. Я ей помогла через там сестру-учительницу в разные школы Москвы. И она проводила опросы детей от первого класса до одиннадцатого. Вот, чего они хотят. Хотят ли они, чтобы вот как можно больше цифр и разных способов. И получились очень интересные результаты. Маленькие дети не хотят. Им гораздо важнее живое общение. И вот учительница, которую можно потрогать, учительница, которая там и обнимет, и поругает, и которая все расскажет и покажет. Чем старше, тем больше отчуждения, в принципе, от педагогов. И тем больше желания. Пусть лучше это будет, значит, это будет представлено через интернет каким-то образом другим. Но запрос на живое, вот то, что назвали гуманитарным, я бы все-таки назвала это не гуманитаристикой, а гуманностью. Но гуманные отношения человеческие, он остается очень высоким. И в этом смысле все-таки холодная цифра вот в школе – это не замена. Не замена нормальному общению. Это только дополнение для решения каких-то важных задач. Именно вот наличие цифровых технологий позволяет продвинуться в решении этой задачи. Никто не говорит о замене. Просто все мы говорим именно о том, что если, скажем, цифра разгрузит учительницу от писания отчетов или от заполнения журнала и так далее, у нее останется больше времени для того, чтобы погладить ребенка по головке, как ему нашли. Я хочу сказать про лудитов, что тот пример, который тоже мы знаем, который сейчас цитируется, что Платон, ссылаясь на Сократа, независимо от него, протестовал против письменности. Письменность уничтожает мудрость, письменность уничтожает коммуникацию, письменность уничтожает учение. Все, все разрушено. Как только Сократ перестал устно вот так вот беседовать, поглаживая по головке, дотрагиваясь до ученика, все, все это исчезло. Уже этого нет. У меня ученики были чуть постарше. Ну, там отношения были посложнее. В том же диалоге Платона, об этом большая часть посвящена этому вопросу. Значит, я хочу сказать, что для меня тоже вот этим важным таким примером метафоры этого перехода была встреча с Сергеем Еленовичем Сапожковым вот за этим же столом. Это профессор Московского государственного педагогического университета. Профессор филологии. Когда он меня поразил тем, что рассказывал и вот всем, и в том числе нам, о том, что его студенты пишут журналистику 19 века. И это способ понять, как была устроена журналистика 19 века. И я у него спросил, а в интернете вы это выкладываете? Он говорит, да нет, они печатают, значит, вот переплетают. И вот у меня в одном экземпляре каждая работа есть. Вот этот недопереход, хотя надо было именно в интернете начать обсуждать эту журналистику, эту, так сказать, фейковую журналистику 19 века, которую девочки написали, а потом пришел в эту группу, видел этих девочек, с ними говорил. Вот в одном экземпляре, который не может никто прочитать. Вот это как раз то самое человеческое соприкосновение, о котором мы говорим. Сапожков отвечает ректор. Да, но я хотел бы продолжить эту тему одиночества, а с другой стороны, одиночество в сети. Конечно, это совершенно по-иному обостряет те проблемы вечные, русские вопросы. Свобода, ответственность, дружба, любовь. Все это сегодня уже немножко по-иному в этом пространстве. А с другой стороны, вот стремление Сергея Вениаминовича все-таки вот обратиться к классическим таким технологиям, это пример того, чтобы удержаться в этом меняющемся... Ну, может быть, даже... Хотя я могу сказать, что наши студенты-филологи, они имеют и электронный журнал. И понятно, что это вот сочетание, гармония, если это гармония, она дает возможность нам и продвигаться вперед, то есть вот быть верным нашему девизу, нашему лозунгу, который мы недавно, так сказать, артикулировали верные традициям, открытые инновации. Это такой маленький штрих. А вот что касается Сократа, у нас на эстфаке был такой вопрос-анекдот. Ты как, читал Сократа? Ну и так, уже на первом курсе, ну как же, признаться, что не читал? Конечно, читал. И так, говорит, да, понятно. А где ты читал? Вот. Но это тоже обращение к каким-то таким фундаментальным гуманитарным знаниям, я бы сказал, даже не знаниям, а именно ценностям представления, которые мы должны передавать. Ведь Алексей Федорович Лосев, который 44 года преподавал в нашем университете, тогда МГП имени Ленина, он же был очень актуален и современен, хотя занимался совершенно, казалось бы, отвлеченными абстрактными вещами, эстетикой античности, возрождения, переводил того же Платона. Но это давало нам, педагогам, которые мы вышли в 83-84 году, Александр Николаевич, вы и закончили, ощущение того, что это все востребовано, и это было пространство тех идей, которые были актуальны. И, кстати говоря, если вот так вот посмотреть и глубоко изучить, это культурологическое такое, может быть, очень интересное исследование, то это как раз то наследие, которое в значительной степени подвело к переосмыслению тех вот базовых ценностей, которые, как вот мы с вами договорились, нам якобы навязывались. И от чего мы отказывались, а на что опирались, это вот тоже, на мой взгляд, ключевая задача и проблема вообще образования, перехода. Ну и последнее, может быть, я скажу, то, что мы всегда неопределенные в своем видении будущем, но нам надо уважать эту неопределенность. И надо понимать, что это и есть как бы пределы человеческого познания, и никуда от этого не уйти. Но так не... Я сейчас не про луддитов и не про бунт против очевидной... И не про Сократа. И не про Сократа даже. И не про того, кого он ласкал, а о другом. Все-таки. Так не бывает в истории, чтобы появилось новое, и оно принесло только хорошее, и не принесло с собой чего-то плохого. Ну так просто не бывает. Конечно. Одно дело пугать страшилками про холодный цифровой мир, которое нас поглотит и не даст нам возможности к тому, к той теплоте выйти, о которой говорила Любовь Фрейдрифовна. Но тем не менее, проблемы какие-то этот цифровой мир... Мне всякого сомнения. Какие вы бы обозначили? Ну, во-первых, мы, наверное, все хорошо очень понимаем, что это не сугубо с цифры началось, но цифра сделала это еще более сложно. Цифра на самом деле делает не только мир доступным, но любые, что называется, простейшие удовольствия. Вот ничего не надо делать, это все очень в руке, это все очень под рукой. И это становится вызовом для тех, ну, для нас с вами, для учителей, для людей сферы культуры, сферы образования, которые вынуждены бороться за это самое внимание, которое должно в этой очень сложной борьбе регулярно выигрывать. Всегда проигрываем, неизбежно, потому что это привычка. Об этом очень много сейчас говорят. Есть и те люди, которых нельзя в лудизме сугубо обвинить, очень продвинутые, хорошо образованные, которые говорят о том, что цифра несет с собой прямо вот едва ли не поглупение. И пытаются даже, и очень много исследований в мире делается на этот предмет. Я очень с осторожностью отношусь, если честно, к вот такой алармистской позиции, но то, что мы неизбежно уже говорим, а может быть даже будем переходить к неким принципам цифровой гигиены, это факт. Вечером посмотреть, сколько времени ты провел лицом перед своим экраном, и сколько у тебя за сутки было экранного времени. А это важный момент, на него мы не обращаем внимания. Мы же прекрасно понимаем, что даже у нас это зашкаливающая цифра. И мы оправдываем, ну это же надо, я там как чиновник должен мгновенно отреагировать. Почта здесь сейчас, вот пока мы сидим наверняка отключен, ну сейчас прилетим. Вы расплатитесь в конце передачи за то, что уделили столько времени. Да, совершенно верно. А для ребят это же вообще пространство, вне которого они себя не могут представить. Представь, что я вот каждый из нас вышел из дома и забыл мобильный телефон. Это не просто неприятность, это дальше несовместимые с жизнью ощущения. Как двигаться? Я уже не говорю про то, что там, я не знаю, я вышел из дома, взял каршеринг и поехал, а я уже не могу его взять. А вот как можно дальше жить? Такси пойти. А такси тоже не очень. Гениальная оговорка. Но это на самом деле про то, с чем мы уже можем работать, как с неким существующим накопленным опытом, и который, конечно, становится отчасти проблемой. Ведь если вспомнить не только там глубокую историю про переход от устной к письменному образованию, а совсем относительно, ну, в этой большой исторической ретроспективе, я этого не застал, но помню хорошо, читал об этом, когда переходили от перьевой ручки к шариковой. Сколько было копий сломано про то, что, как это вообще возможно? Мы утратим все. Есть приказ 1958 года, разрешение авторучки. Вместо, это при мне было, вместо того, чтобы мокать непроливалку, разрешили писать авторучки. Специальный приказ. Переевой к чернильной, да? Да, еще чернильной. Еще к шарику позже приходили. В порядке эксперимента в ряде регионов было разрешено перейти от пера такого вот со вставочкой. Сейчас мы со смехом и с улыбкой это воспринимаем. А ведь тогда совершенно серьезно рассматривалось, какие потери несет за собой. Никогда, конечно, человечество не сталкивалось с таким невероятным количеством информации. Совершенно запредельным, беспредельным, безбрежным. И это с ним надо учиться работать, как-то в нем ориентироваться. Массовая школа, здесь как бы передача некоторого набора массовых знаний. А сейчас старый подход к классическому образованию уже, конечно, быть не может. Но и новый насытить всеми знаниями, когда они каждый день увеличиваются по экспоненте, тоже невозможно. Значит, очень важно, во-первых, задать некоторую базовую структуру в соответствии с которой ты будешь с этим работать и учиться выстраивать иерархическую и прочие виды структуры уже, когда ты работаешь в цифре. И второе здесь же... Второе здесь же... Вот вы, Александр Николаевич, произнесли слово фейк. И вот сейчас... Это Алексей Львович. Да. Но послышалось, что вы. Мне показалось, что вы. И вдруг мы выяснили относительно недавно, что правда, а что фейк, уже отличить невозможно. Этого практически никто не умеет. И это делать... Ну, этому надо учить. Вот вы назвали это гигиеной комплект. Я не это назвал гигиеной. Гигиеной прикладной. То, о чем вы говорите, я полностью поддерживаю. Но только готов пособить. Извините, пожалуйста, что перебил. Только в одной части. Это не только надо. Это происходит сейчас. Я знаю и в высшей школе, и слава богу, в целом ряде школ, этим очень серьезно занимаются. Мне пришлось проводить свое исследование, ну, скажем так, о событиях таких сложных политических. И выяснилось, что люди вполне образованные писали, что я вообще стараюсь об этом не думать, потому что понять, что правда, что ложь, все равно невозможно. Здесь в тысячи разных точек зрения, как в них разорваться, разобраться, у них невозможно. Ну, это то, чем учили раньше историков на примере прошлого. Собственно говоря, факт-чекинг – это то, чем занималась историческая наука. Врет, как очевидец. Любой источник нас пытается обмануть. Пойми, что стоит за этими словами. А здесь их становится безграничны. И с этим, конечно... Медиаграмотность в каждый дом и, разумеется, в каждую школу. И в школу. Вот это то, без чего... Ну, чем дальше, тем хуже, если этого не будет происходить. Сегодня массовая школа отгорожена от цифрового мира стеной. Большой железобетонной стеной, повыше берлинской. Сочинение нельзя написать на компьютере в 95% случаев. И в этом смысле все это остается благими пожеланиями. Значит, и все присутствующие согласны, что что-то с этим надо делать. Но делая что-то с этим, мы должны решать намного более цивилизационные вопросы. Например, зачем вообще нужна школа для человеческого контакта и для проверки знаний, и для передачи знаний. Передача знаний, ну, бессмысленно, они есть везде. Любая видеолекция, да и любая печатная книга дает тебе знания. Значит, что же дает школа? Ценности, человеческое отношение, примеры поведения, личные контакты и так далее. Это важнейшая вещь. И вот это то открытие, которое здесь вырисовывается. И этим надо заниматься. Отдельно есть вопрос о законе. Как устроен закон? Современный ВГОС, прошу прощения, что я его упоминаю, не запрещает цифровые технологии. Он, наоборот, их предлагает всем. Там целые страницы про цифровые технологии. Их немножко урезали в новом ВГОСе. Но там должна появиться цифровая гигиена. Там должно появиться право школы что-то ограничивать, что-то запрещать. Но это должно быть тоже элементом государственного регулирования. А что мы проверяем на том же самом единого государственном экзамене? И он должен, как все тоже согласны, двинуться в цифровую сторону. Вот это все важнейшая вещь. Но это более сущностные вопросы, на самом деле, которые только тогда мы будем существенно их решать, когда мы опустимся до практики работы сегодняшней школы. Для того, чтобы эти самые, например, всероссийские проведочные работы, они будут использовать сокращение ВПР, будут иметь и цифровой вариант. То есть будет разрешено школе разрешать учителю, разрешать ребенку писать это целую форму. Я думаю, что этот сдвиг происходит. Но система не рухнет, система контроля, например, если мы разошьем ее. Ведь цифра беспощадна, она не уместится на том пятачке, который вы для нее отведете. Она проползет, она текучая, она лучистая, она пройдет сквозь все стены. Следует нам этого опасаться или нет? Это такой очень хороший средств восприятия цифры, как чего-то абстрактно неизвестного, чего можно, наверное, опасаться, чем можно восхищаться. Мне кажется, куда важнее нам всем, уж точно профессионалам всем, которые с этим работают, а на самом деле все, относиться очень, извините, инструментально к цифре. Ее не надо мифологизировать. Это лишенные субъектности явления. Конкретно. Вот мобильный телефон на ЕГЭ означает, что целые тысячи контролеров, которые выстрелили под это свои карьеры, не изчезают в них. С огромной радостью наблюдатели ЕГЭ откажутся от этой совершенно чудовищной надсмотровской миссии. А разработчики моделей? Сейчас, давайте, если уж совсем приоткрывать реальность, на которой мы сейчас работаем, в том числе в департаменте образования, в ряду наших подведомственных организаций, в партнерстве с очень многими вузами, значит, первое, сейчас уже мы разрабатываем цифровые инструменты оценки качества образования. То есть не качество, а именно способность решать разные сложные и даже непредметные задачи, в которых зашито куча всего. Это реальная жизненная ситуация, которая представлена в цифровом пространстве. И примеры таких задач вот уже сейчас реальны. Следующий шаг – это вообще полностью виртуальная задача, в которой ты можешь использовать интернет, ты можешь использовать какие-то данные, но это же не вопрос воспроизводства каких-то формул. Это вопрос применения того, что ты уже знаешь. Ограниченное время, конкретность задания, неочевидность решения, не нужно воспроизвести готовые решения, их просто может быть масса. И анализируется все в совокупности. И это безумно интересный шаг. И навыки самостоятельного поиска. Конечно, прежде всего. Но в ограниченном пространстве. Конечно. То есть в Москве может быть цифровой вариант того же самого МЦКО уже в ближайшем году. Именно этим мы и занимаемся, да. Коллеги, я думаю, что все согласятся, что и образование, и наука, и школа должны иметь прогностические функции. И мне кажется, вот наш сегодняшний разговор как раз вот вышел на наш прогноз. От чего мы хотим отказаться, а что мы хотим сохранить. Школа готовит детей теперь не к той жизни, которую готовила раньше. Профессии будут меняться. Перестраиваться придется в течение жизни очень много. Главное – это умение это делать, учиться постоянно. И огромные новые требования, извиняюсь, к подготовке учителей. Потому что у нас учителя, учителей сейчас во многом готовят так, как делали там 40 лет назад, подходы к образованию. Но это не так. Но во многом, ну не все хорошо с педагогическим. Это тоже миф. Это тоже миф. Два представителя педагогических вузов готовы об этом подсказать. Нет, не все хорошо с педагогическим образованием. Но то, что оно пока, как справедливо сказали, все-таки непрогностическое или не настроенное на то, что даже не сегодня, а на то, что завтра, во многом это так. Учитель нового типа – это то, без чего наше образование будет устаревать и портиться. Надо, чтобы оно шло вперед. Я вынужден подвести какую-то черту. Да, конечно, ориентация на будущее. Но ребенок проводит 11 лет в школе. Если мы будем 11 лет его готовить к той жизни, которая наступит после того, как он отсюда уйдет из этой самой школы, то он потеряет к этой школе всякий интерес. Это 11 лет жизни. Это не 11 лет только подготовки. Это 11 лет непосредственной жизни, то есть непосредственного творчества, непосредственного развития. И за эти 11 лет изменится такое количество реалий, что если мы будем откладывать до момента завершения, мы потеряем и этого ребенка, и эти реалии – это будущее. Это цифровое настоящее, из которого рождается цифровое будущее. Но, с другой стороны, надо и этому учить, что вместо того, чтобы запрещать, уже, слава богу, никто не стоит на той позиции, что надо это все отводить в сторону, цифра не нужна, не важна. Нужна – важна. Но если мы оставляем ребенка один на один с этим миром, вместо того, чтобы вести его сквозь этот мир и вместе с ним развиваться… И самому это убить. Да, и самому через ребенка развиваться, то эта задача будет не решена. А если она будет решена, то мы окажемся в другой реальности. Спасибо вам за то, что вы эту реальность готовите и здесь, и сейчас, не только на будущее, но здесь, и сейчас. По зрителями мы увидимся во вторник на канале «Культура». Тем временем, смыслы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин